Салют, друзья! Микрофона Олег Гром. Перед вами фонарь Trustfire H5R Налобник. Попробуй по-быстрому. Что тут можно ждать? Тут можно ждать каких-то два интернациональных патентованных светодиода. Каких неизвестно. Вот. Ну и так далее по тексту. Коробочка. Инструкция. В инструкции она опять же на нескольких языках. Есть английский, по которому в принципе все понятно, что и как делать. И где, чего, куда. Рекомендуется использовать ту батарею, которая идет в комплекте. И в общем-то за эту цену тут вот знаете прям впритыкано. Можно придраться, можно не придраться. Давайте постараюсь придраться. Начну с того, что сразу же после распуковки, перед использованием, вот я начал откручивать, проверять батарейный отсек. Там, кстати, заглушка еще стоит. Где-то она валяется. Вон там черная такая пластиковая, чтобы не контачила при перевозке батарея. Я вот начал откручивать. И резинка, здесь была резинка, она сразу же слетела. Она была изначально уже разорвана. Хотя здесь все смазано. Но, видимо, ее как-то закусило. Как-то закусило. И при закручивании на заводе, на производстве, ее закусили. Я начал раскручивать, и она уже оказалась порвана. В комплекте идет дополнительная, но одна. Она очень тоненькая, и она одна. Вот момент такой вот. Ладно, здесь магнита ничего нет. Очень простенькая конструкция. Диоды непонятные, но зато идет в комплекте аккумулятор. Вот такие аккумуляторы, наверняка, вы помните, я имею в виду по названию. На 3000 мА. И ведь действительно правда на 3000 мА. Хотя никто не исключает, что там дальше будет. Ну, хз. Трустфайр они, конечно, да, стараются. Я показывал наключники их недавно. И они прикольные. Но вот с налобниками это прям вот обычный, типичный китайский налобник без чего-либо. Гравировочка. H5R. Отсюда логотип Трустфайр. Здесь нарисовано, как устанавливать батарейку. Ну, и он умеет заряжаться. Он умеет заряжаться сам по себе. Вот. Сам по себе, без дополнительных зарядных устройств. Уже в нем все встроено. Вот. Здесь откручиваем. Здесь, кстати, стоит резинка, ничего не смазано. И она не закусилась. Дальше крышка не откручивается. А на такое ощущение, что раз прям так хорошо. Подпружинено как будто. И отсюда USB. Микро, микро, микро USB. Я сейчас пытаюсь его найти. У меня под рукой-то и нет никакого микро USB. USB давно уже, да, недавно везде был этот микро. Сейчас уже Type-C. Ну, короче, вставляете любой. Загорается индикация на крышке. Когда зарядится, будет красным. Ой, точнее, зеленым, пока заряжается красным. Ну, тут все логично. Все понятно. Он легенький относительно того, что внутри батарея, которая довольно тяжелая, он довольно легкий. Два светодиода, тероптика, еще и сверху стеклышко стоит. Просветления никакого не замечено. Оно было бы удивительно, если бы оно там было. А так вот в целом выглядит конструкция. Очень интересно. Ну, она разбирается, но под вот такую вот звезду нужно все это делает. Эта вот накладка снимается. Можно посмотреть, как там, что там за плата, где чего и как. К приятным моментам. Само крепление на голову резиновое. В нем он двигается, ну, то есть, не так легко. Можно зафиксировать, он даже открутить можно. Можно зафиксировать его как надо, и все. Одной рукой, скорее всего, сдвинуть не получится. Ну, довольно плотно. Можно высунуть его отсюда, но смысла тогда в нем много не будет. Из приятного, удивительно, что вот на вот этой вот полосе даже взяли немножечко добавили силикона. Но неприятно, что не на всю, а только вот здесь, в этой части. То есть, эта часть, да, которая у вас будет, например, на каску надеваете, на строительную, да, вы какой-то спелеолог. Или где-то лазите, где темно, и у вас каска. И вот, чтобы по каске не скользила, вот здесь вот такая силиконовая нашлепка. Ну, сделали бы ее уже по всему контуру, но ее сделали только в этой части. Короче, такое странное решение. Либо, ладно, уже делали бы отрывками, но, опять же, по всей поверхности. В общем, вопросов много. Соответственно, надевать вы можете как надписью, как угодно, вверх-вниз, потому что, ну, будет кнопка просто либо справа, либо слева. По двойному нажатию, по-моему, блокировка включается, да, то есть, теперь он не включится сам, он будет просто промаргивать. Вот, даже если долго держать кнопку, видите, все, он два раза моргнул, то, что он заблокирован, и все. Еще одно двойное нажатие возвращает его в привычный режим работы. И, собственно, режим работы вполне нормальный, холодный свет, неизвестных диодов нам, ну, разбирать я его не разбирал. 600 люмен в максимуме выдает, что еще, что, 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 что еще вам надо? Хотя, 10 лет назад 600 люмен, да и сейчас 600 люмен вполне неплохо. Ночные тесты будут в конце, вы посмотрите, что это такое 600 люмен, я хочу вам сейчас что здесь найти. Найти режимы, показать, вот они режимы. 600, 155, 50 люмен и 10 люмен, соответственно, 155 люмен 10 часов работает, вполне на ночку хватит. 50 люмен 36 часов, ну, в общем, такой выживальческий фонарь. Вот, все это стоит в районе 1700-1600. Вот, и вот тут вот как раз-таки возникает вопрос, дорого это или нет, да, за такой фонарь. Учитывая комплектуху, все, что идет, да, тут еще и кабель идет, если у вас вдруг USB нет кабеля, он идет в комплекте. Учитывая, что прикольно сделали, но не до конца, учитывая то, что в моем варианте резинка оторвалась, улетела, так себе приключение. По нагреву он нагревается, естественно, весь довольно быстро, то что, ну, тут нет особо ничего такого, чтобы грелось и остывало, вот, либо нагревалось менее быстро. Вот, импровизированные ребра охлаждения имеются, но они вот здесь немножечко, здесь немножечко, да, ну и все. Так что, в этом плане все максимально просто. Но, опять же, на 600 люмен с ним ходить, бродить, приключение так себе, я бы его использовал на среднем режиме, то есть, там, на 155. И вот для этих целей, мне кажется, он годится просто идеальнейшим образом, подходит, а зачем еще, куда и что. Индикатор батареи есть, ну, вот этот зеленый, красный, моргающий, красный, ну, все тут очевидно, функции памяти, вот. Есть стробоскоп, который вообще нужен ли, ну, он есть, во всяком случае. Больше, наверное, тут добавить особо нечего, каких-то изысков ждать не стоит. Возможно, вы видели какой-то похожий фонарь вообще под другим брендом, под китайским нонеймом. На мой взгляд, как бы, ну, прикольно, но это вот прям цена у него, верхний край, вот. Был бы он, например, ну, не знаю, там, за 1000 рублей максимум. Вот это был бы топ, это был бы топ, прям вообще, прям топ-топ-топ, да, как говорится, за 1000. А за 1600, за 1700 или за 1500, это так, с большой натяжкой, с большой натяжкой. Ну, тем не менее, да, то есть, все в комплекте есть, вроде как и жаловаться особо не на что. Но, с другой стороны, это же Trust Fire. То есть, мы не ожидаем здесь какого-то суперкачества. Ну, и по внешнему виду могу сразу сказать, что он не выглядит каким-то супер-пупер офигенским. Он выглядит как просто дешевый фонарь. Вот. Мне кажется, цена завышена. Это мое такое субъективное мнение. Вы можете написать свое. Ну, за эти деньги можно выбрать что-то поинтереснее. Вы спросите, что? Ну, посмотрите мои прошлые обзоры, там что-нибудь найдете, то самое поинтереснее для себя. Вот. Так что, друзья, да, включается он удержанием. Так что, ну, как-то так, как два пальца об контакт. Вроде бы неплохо, но цена завышена. Вот как-то так, как два пальца об контакт. Яркого вам света в тот момент, когда он вам нужен. Удачи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»